здравствуйте дорогие мои друзья было время что не было общего стандарта что на программное обеспечение что на какие-то стандарты в плане компьютерного железа формата файлов многое сейчас изменилось но все равно кое-где еще по мелочам нет общего стандарта константин шалин прислал мне интересную новость но вот он первый прислал просто мне много кто присылал все вы господа знаете что расширение от огнелеса в принципе на хром не поставить ну возможно существуют какие-то костыли ведь появился же костыль под тот же самый waterfox позволяющий кое-какие расширения под хром запускать но все это костыли теперь согласно данной новости apple mozilla google и microsoft будут заниматься стандартизации браузерных расширений то есть по идее должен быть введен единый стандарт расширений который позволит чтобы все расширения работали на разных браузерах архитектурах то есть расширение написанное под firefox будет работать под хром или наоборот следующая новость для параноиков особенно для тех которые ругают microsoft и не замечают что другие крупные компании на которых они молятся занимаются конкретным произволом в то время когда microsoft сообщила о телеметрии еще в пятнадцатом году в то время как android по жести просто берет ваши личные данные и никто не возмущается а microsoft прям съели со всеми внутренностями и вся индустрия сборок твикеров только и держится на паранойи лишь в 2021 году компания apple разрешит пользователям отслеживать собираемую о них информацию для этого будет создана специальная информационная панель ребята в 2021 году ну ничего все равно microsoft империя зла google хорошие а apple вообще святые apple никогда не смотрит назад только вперед да но это не так и дорого жесты 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 нет вирусов нет вирусов вирусов нет нет вирусов ну вообще-то был один троян лучший сервис вообще никому не нужен blu-ray привод вот бы apple начала шить одежду apple должна делать барбекю соус apple должна делать презервативы далее google наконец-то будут предупреждать пользователей о небезопасных расширениях потому что очень много пользователей очень любит непонятно где скачивать расширение а потом обижаться если угнали у них страничку вк или же игровой какой-то аккаунт также в хроме подозрительные загрузки будут проверяться восемьдесят девятый огнелис разделил людей на тех кто против и кто за ну еще есть категория которым просто пофиг и они пользуются другим браузером например каким-нибудь полимон или ватерфокс так вот если раньше для того чтобы обновить браузер вам нужно было его запустить то теперь браузер сам втихаря без спроса будет обновляться то есть если вы думаете что у вас там какая-нибудь предыдущая там 80 какая-нибудь восьмая версия то для вас это будет сюрпризом теперь браузер будет обновляться без запуска раньше вы запускали браузер заходили в настройки информацию о браузере смотрели после этого шло обновление теперь будет не так ну возможно если вы заранее обновление полностью отключили в настройках в конфиге может этого и не произойдет лично я советую использовать огнелис esr пишите в поиске firefox esr заходите вот сюда и загружать это по сути lts версия браузера с длительной поддержкой и здесь в основном приходят только обновление безопасности вот эти все нововведения интерфейса они сюда не придут до той поры пока огнелис основанные на интерфейсе протон не станет сам esr а это будет очень нескоро ну и в заключение мини новостей последняя десятка вот-вот придет к вам на пк проверьте обновление это уже традиционное майское обновление но вы наверное ждете windows 11 ведь новости ходят что может поменяться циферка у винды ждете плюшек от санвалей это кодовое имя новой винды возможно 11 сейчас windows работает по такой схеме весной выходит обновление маленькая с всяческими заплаточками а позже уже осенью выходит что-то посерьезнее то есть крупное обновление сейчас должны анонсировать крупное обновление где мы узнаем будет 11 винда или не будет вот сейчас вы получите как раз незначительное обновление где в основном будут исправляться только различные баги недостатки совместимость увеличение производительности очень на это надеемся но начиная примерно с 2004 вроде с этими обновлениями как раз все очень даже хорошо а на этом я заканчиваю это были мини новости традиционные уже относительно ну в течение трех наверное месяцев я уже снимаю это скользь мы пробегаем весь свежак который сейчас происходит у нас в мире айти новостей а на этом я заканчиваю всем пока спасибо за внимание